Добрый день, мои маленькие любители ММРа. И сегодня мы обсудим такую тему, что же такое тильт, почему он появляется, почему он возникает, как с ним бороться, что для этого нужно сделать, чтобы его не было. Все это мы рассмотрим на примере двух моих игр, а там люди ливали, люди тильдовали, что надо было делать, чтобы этот тильт у тиммейтов не произошел, что делать после того, как этот тильт у этих тиммейтов произошел. В общем, обсудим все это в данном ролике и попытаемся понять и научиться жить без этого самого тильта. Приятного просмотра. Давайте начнем с определения тильт. Что такое тильт? Это состояние, при котором человек испытывает гнев и злость из-за неудач, от чего теряет контроль над ситуацией и допускает много ошибок. Ну, то есть, например, вас убили на линии 1.5 или загангали, вы нажали рэшбэйбэк, встали АФК, разбили шмотки, пошли в лес на 40 минут. В общем, все это состояние тильта, а за тильтом следует апатия. Апатия это когда вы не хотите ничего делать, вас все раздражает, вы не видите смысла в дальнейшей игре, вы вообще не видите ни в чем смысла, и хотите просто ливнуть и пойти лимонить писюн. Ты сын шлюхи, блядь. Так, ну давайте перейдем к игре, вот я сел на жетонах на пятерке, ранге, значит, легенда 2, ну, легенда 1, легенда 2, 3, 150, 3, 180, рейтинга 3, 200. В принципе, ну, по драфту Мартра только смущает, если честно, потому что оно здесь, я не вижу вообще зачем ее надо было брать, то есть, возьми тут роля, там, он перебивает манки кинга, да, возьми какого-нибудь другого, типа сларка какого-нибудь, я не знаю, ну, то есть, вайда, то есть, ну, тут много вариаций, ну, человек взял на легенде 2, какую-то помойку, я делаю отвода, просто ему надо стоять, фармить и не вступать в драки, потому что линия аксы рубик, она очень сильная, и Мартра просто здесь будет страдать, потому что если бак скачал второй скилл, и ПКД бы его накидывал, это был бы, конечно, прикол. На секундочку, сюда, ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, давайте посмотрим на примере игры вот Бристалл Бока, что вообще здесь происходит, сразу скажу, драфт говно полное, то есть, пуш пятерка какая-то непонятная, ланая в мид против Тинкера, то есть, тоже вопросы есть, ну, кто будет ее ловить, тоже непонятно, вот, здесь варды не ставятся, и мы сейчас посмотрим, что такое Тинкер, потому что это вторая подряд игра, когда у меня попадаются в команду просто отбросы какие-то непонятные. Такая пассивная идет игра, казалось бы, все неплохо, состоится лайн, вот, нападают на Бэйна, Бэйн отсасывает из жопы фантома, у них есть ауе дэмэдж в виде Сэн Кинга, поляна Дезераптора и Веномансера, вот, нападают на Бэйна, Бэйн сейчас отъедет, я начинаю хрюкать, пшикать, то есть, я иду до конца, потому что убили моего, мою четверку, вот, ну, забираю я фантома, для меня эта цель приоритетна, ну, умираю сам, отдаю килл Дезераптор. Бэйн собрал, как мы можем заметить, на пятой минуте, Брайсер и Вент оф, Врейс оф Бент, где Челарканы, где, то есть, это четверка, напоминаю, он телепортировался и пошел торговать ебальником, сейчас он опять умрет, правда, здесь произойдет размен, но, я ему говорю на Е нажми, он не нажал на ее, я в сне проспал все, я начинаю хрюкать, захрюкивать мистера фантома, есть 5 секунд у меня, чтобы его убить, я стараюсь его, как бы, максимально нахрюкать, я его убиваю, он идет просто и начинает оттачить Дезераптора, зачем, непонятно, он, соответственно, умирает, он не прощакал, что есть 6 левел, и он просто умирает, вынуждает меня идти драться вместе с Бэйн, Бэйном, то есть, ну, драться, да, я хотя бы кого-то пытаюсь забрать, потому что, ну, моя четверка умерла, я должен как-то, скажем, ну, не реабилитироваться, в общем, забираю я пятерку, и опять начинает драться, зачем, то есть, как бы, ну, для чего, куда ты идешь, ну, просто, естественно, тут убивают, я начинаю хрюкать фантома, потому что мне надо, как бы, опять же, моя цель это фантом, не дать ему раскачаться, сбить ему темп максимально, насколько это возможно, я его запшикиваю, Терепор делает Тинкер, я начинаю тут до конца хрюкать, как бы, убиваю двоих подряд, Ланая тут подошла, но меня здесь Тинкер, как бы, трахает, ну, как мы видим на примере данной игры, люди полные долбоебы, не понимали, что делать, таковой пик, если за это поплатились, ну, и возьмем, в частности, Бэйна, да, то есть, человек, вообще, блядь, потерялся на карте, его максимальный ранг, я думаю, что это рыцарь, два рыцаря, три, но с таким low IQ, это просто, ну, пиздец, но не суть, это вообще другая рубрика, поэтому будем говорить по теме, что я должен был сделать в данной ситуации, несмотря на своих тиммейтов, долбоебов, дурачков, которые понапикали, пуджей в пятерку, блядь, и Бэйнов в четверку, и просто всю игру сосали пенис, надо было им просто объяснить, сказать, что пацаны, блядь, не телетуйте, давайте, я вам объясню, как играть, что надо делать, что надо собирать, надо было поступить таким образом, каким же образом поступил я, и как делать не стоит, у меня просто сгорело жопа, блядь, на тройке, я видел постоянно, как Бэйн, будучи четверка, делал хуйню, прилетал на топ, торговал своим тупым ебальником ПКД, и меня от этого просто жопа, заебал, нахуй, сын шлюха, разгорелась, и я ему все это высказал в чат, подключилась моя команда, сказала, что реально Бэйн, ты хуйесос, нахуй тебе брейсера в рейсбэнд на первых ферст айтемах, Бэйн, видимо, виделся, и из-за этого начал делать какую-то полную хуйню по карте, фармить крипов лесных, собирать БКБ какое-то непонятное, ну, короче говоря, портить впечатление от игры, и вообще, в принципе, там, никак не участвовать, только долбить лес. В итоге, надо было просто этим двум особым объяснить, что, типа, пацаны, вы хоть и пикнули хуйню, но давайте играть, попробуем выиграть это говно. В принципе, это выиграть было реально, но с такими, блядь, отморозками, ебанами 2К, блядь, лоу-птсами, это пиздец, конечно, невозможно, но в скобочках все возможно. Короче говоря, первое, что надо было сделать, это просто не хуйесосить тиммейтов, просто им, ну, объяснить, что они немножечко неправы, и что надо собирать немножечко другое, и как бы, ну, типа, не падать духом, и пацаны, типа, заебись, сейчас победим, и так далее. Второй момент. Если это все-таки произошло, ну, именно то, что вы сгорели на тиммейтов, или тиммейты вас не слушают, что вы им говорите в войс-чат, и они полностью хуй на вас забивают, кинули всех влмут, и начинают, точнее, продолжают делать хуету по карте, попробуйте взять игру в свои руки, и те люди, которые вас не замутили, которые более-менее адекватные, попытаться с ними скооперироваться, и попробовать вытащить эту игру. На лоу-птсах люди, да даже на, блядь, высоких 5К, на 6К и вилка, люди, блядь, просто забегают под фонтан, и даже было это на прос-сцене, когда люди просто прыгают за тир-3 вышку, блядь, под фонтан, и там просто умирают. Они как бы дают шанс вражеской команде просто от этого перефарма охуеть, разжириться предметами и так далее. В данной игре я тильтанул, этого тоже делать не стоит, это уже третий момент, то есть я уже где-то с 7-ой, с 10-ой минуты начал понимать, что, типа, блядь, у меня триггерит, и я думаю, ёб твою мать, это просто была вторая игра, первую я, к сожалению, не смог записать, что-то, блядь, с дотой, я когда запускаю ролик записывать, у меня что-то вылетает дота, я уже 32-й раз, нахуй, наверное, пытался это сделать, ну, записать видео, у меня не получилось, я ебал это рот. Третий момент, это не надо тильтовать заранее, я это сделал, я допустил ошибку, потому что с 7-ой, 10-ой минуты уже понимал, что, ну, я попался с долбоебами, кулу, блядь, ПТСную, ММРную залупу, блядь, с 2 качеликами, хотя там у всех были легенды 2, это примерно ранг 380-3200, ну, плюс-минус, я уже понимал, что это пиздец, это выиграть нельзя, и из-за этого я начал тильтовать жестко, собирать какую-то хуету, тоже какой-то аганим я взял, ну, в принципе, это неплохая вещь, но в данной игре надо было брать Кримсон и Вангуар. Четвертый момент очень важный, обращайте на это внимание, если вы понимаете интуитивно и визуально, что у вас есть, допустим, такая тенденция, что вот вы выиграли один матч, второй матч, начинается третий, и вам кидают вот таких вот долбоебов, которые начинают ныть, начинают, блядь, какую-то хуйню на карте делать, начинают ливать, и начинается какая-то полная хуйня, обращайте на это внимание, и следующую игру не ищите, не играйте дальше, вам будет с вероятностью 85% закидывать сыновей шлюх, блядь, в команду, потому что, видимо, система Грика так работает, так как она видит, что вы там начинаете потихонечку выбираться из своих потейсиков, соответственно, вы повышаете свой рейтинг, а, соответственно, как бы, блядь, невыгодно, надо, чтобы вы тут сидели, нахуй, и не выебывались, и пытались вылезти из этого нового болота, а система будет вам кидать все больше и больше выблетков, это вторая моя была по счету игра, где команда сыновей шлюх, блядь, первая Мартра была, да, где она вообще ничего не понимала, она шла, блядь, против Акса зачем-то драться, когда там был Рубик и Акс, я обязательно ролик этот выложу, но в другом формате, давал ей колы, блядь, что надо делать, человек меня не слышал или не слушал, я был у него в мути, я хуй знаю, Мартра прыгала, блядь, тоненькая, одна в Акса с Вангуардом, блядь, и с Рубиком, и делал ебалом торговала, я на Джакира давал колу, мне потом сгорело просто жопа, я говорю, блядь, чел, ты сын, блядь, говна, нахуя ты это делаешь, ебаный крипочек, блядь, крип ебанейший, прекрати, чел обиделся, взял и ливнул, я потом, ну, подумал, как это можно вообще все и выиграть, я дал колы Рике, чтобы, ну, своему кору, точнее, мидеру, что давай, типа, чел, выиграем эту игру, он такой, типа, давай, и мы с Некролитом, с Рикей, и я, Джакира, потом в коры пересобрался, мы выиграли эту ебаную игру, противники наошибались, мы на этих ошибках их просто поймали, я на опыте просто их выебал в жопу, вторая вот это по счет после вот той игры, трэшовой, где я играл за Джакира, начал поиск, и мы во вторую, блядь, подряд игру, поиск закинул к этим сыновим, блядь, даунов, в этим ваблидосам, которые, сука, просто, блядь, ну, это мрази ебаные, у них, блядь, максимум рейтинг, максимум ПТС их, полторы тысячи, эти люди не должны были со мной вообще, в принципе, здесь попадаться, это, если что, я играю на калибровочном маке, это не мой мейн, даже и на мейне такие, блядь, индивидуумы были во время рекалибровки, но это было во время рекалибровки, после рекалибровки таких блбесов, блядь, не замечал, но, в принципе, там попадались челики странные, но не пикающие пуджов в пятерке, или какую-то еще хуйню вытворяли, то есть, такого вообще, в принципе, я не помню, поэтому, гайз, если вам хотя бы один раз, вот вы, допустим, играете в доту на протяжении целого дня, ну, условно, там, 5-7 игр вы играете в день, если вот у вас есть первая, вторая, третья, четвертая игра нормальная, ну, или более-менее средняя, и вот на пятую игру вам закидывают дауны ебаного, которые, сука, делают хуйню типа Бэйна, вот следующую игру не стоит искать, попытайтесь выиграть эту игру, попытайтесь не рейджить на этого дурачка, ну, то есть, как бы, ну, на больных людей грех жаловаться, да, то есть, это бессмысленно, это глупо, им ничего не объяснишь, и, как бы, их не вылечишь, ты же не врач, ты не целитель, поэтому, как бы, забиваешь хуй, пытаешься с ним найти общий язык, пытаешься найти язык общий с командой, полизать немножко жопу команде, чтобы просто выиграть эту ебучую игру. Ну, и теперь, самая главная, вообще, суть моего видео, как вообще, в принципе, не тильтовать. Есть два нормальных варианта для нормальных людей. Первый, это не играть в доту, и начать заниматься нормальными какими-то вещами в жизни. Ну, а второй вариант, это отлечься от этой игры, то есть, если вы понимаете, что у вас подбирает жопа, у вас какая-то ебучая, вообще, катка, которая вообще вахуясь с нее, как вот я, например, с этой был, просто вы берете, доигрываете эту игру, пытаетесь ее максимально выиграть, пытаетесь скорпирироваться, и не получается хуй с ним, получилось заебись, и даже если получилось, выходим нахуй из игры, и остужаем свою жопу в течение, там, часа, двух, ну, вообще-то, индивидуально, вот, например, я оставаюсь за 5-6 часов, то есть, мне надо поиграть в какую-то игру 5-6 часов, или, там, какой-то фильм посмотреть, кальян покурить, то есть, ну, как-то отлечься, да, а после этого я могу зайти уже в доту, поиграть через 5-6 часов, ну, у кого-то по-разному, кто-то, там, за час возвращается в свою форму, но чем больше времени пройдет, тем лучше, потому что, ну, сами понимаете, у вас жопа перестает лохать, вы успокаиваете, ну, а если два варианта этих вам не подходят, то вот есть еще несколько вариантов, первый, это пойти в кастомку в доте, второй вариант, это посмотреть видосики по доте, если вы прям уж сильно любите доту, не можете прям без нее, блядь, сидеть, играть какие-то другие игры, например, там, какой-нибудь Call of Duty, или какие-то другие новинки, которые выходят в стиме, ну, а третий вариант, это просто чем-то заняться своим любимым хобби делом, то есть, у других просто вариантов нету, помните, что тильт, это состояние, которое только внутри вашей головы, эмоция, что вы, и только вы, сможете выйти из этого состояния, никто вам больше не поможет, и не подскажет, и не скажет, как это сделать, то есть, только вы сами состояние это сделать, ну, и пиво, блядь, или какой-нибудь другие алкогольные напитки, и потом идти под градусом играть в доту, это хуевая затея, потому что, сами понимаете, почему, вот, но это, в принципе, один из вариантов, я вам это делать не советую, проще пойти поиграть в паблик, ну, и в паблике там такие животные, что это вообще пиздец, то есть, и на Ранкеде есть такие, блядь, дурачки, которые бегают с брейсерами и в рейсбендами, то на Unranked там вообще пизда, наверное, происходит, но если вы прям любите сильно эту игру, и прям, блядь, без нее не можете, то либо кастомки, либо видосики по доте, либо под пивом можно волпики покатать, в принципе, у меня на этом, наверное, все. Спасибо всем за поддержку, спасибо всем, кто меня смотрит, кто комментирует эти прекрасные видео, а может быть и не очень прекрасные, но мне похуй, я очень стараюсь, с вами был AllFaker, сейчас май, я пукнут и поймаю, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok